Рэп-инфо Впереди, впереди все идеально, ну а в настоящем пока что все реально и далеко не блестяще Уставившись в ящик, граждане наблюдают, как Россия новых друзей приобретает Как отвечает Госдума асимметрична, нет ничего личного ни в Штатах, ни в Китае Только интересы государства и народа, если надо, мы в субтропиках поменяем погоду Госканалы не такое нам еще покажут, граждане, не нарушайте законы природы С политикой и без наше телевидение светит, место для критики, сколько хочешь в интернете А на федеральных все должно быть четко, народ интересует, цена на нефть и на водку Новые времена мерило новые успеха, старое закончилось, началась новая веха Творчество для студентов и дилетантов, сегодня главное это быть коммерсантом Не важно старики, взрослые или дети, важно что они должны делать рейтинг Медиамагнатам важны результаты, а не память о том, что было когда-то И так вот спокойно, легкой рукой предложил закрыть ТЭФИ господин Швыдкой После серии громких и крупных скандалов, ухода в ЭГТРК и Первого канала Что-то новое, видимо, не за горами, может новую премию организуют сами Газпромедиа уже готов поддержать, меньше конкуренции, легче побеждать Уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов сообщает масса Максим Кузьмин погиб в семье приемной, а в США инциденту не дали огласку Говорить не напрасно, был закон принят, запрещающий усыновлять гражданам штатов Детдомовских граждан России и брата Максима нужно вернуть обратно За права детей голову положил на плаху юрист известный Павел Астахов Все его слушают с напряженными лицами и верят в то, что в Америке одни убийцы Они детей там наших едят и расчленяют, пока их мамаши здесь пьют и гуляют И вдруг мгновенно становятся хорошими, правда до первого пьяного дебоша Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков к такому повороту явно был не готов Осадил публично он уполномоченного, мол не все его сведения оказались точными Видимо в этот раз немного переборщили, не дождавшись результата такого наговорили Этот пример войдет в историю обязательно, то как нельзя заниматься дипломатией Но Павел не сдается и пишет в твиттер, мы их не простим, ничего не забыто Не было никаких извинений тайных, и вся эта истерика совсем не случайна Просто мы закрыли бизнес по вывозу детей, поэтому они нас очерняют и клевещут Пропагандистская война против госдеятелей, для этих янки вполне нормальные вещи Полмиллиарда долларов это не шутки, не отдадим малышей мучителям жутким И извиниться сами, американцы должны, они враги России, а мы ее сыны Останется ли без борьбы Олимпийское лето В году 2020 исполком Международного Олимпкомитета Дал свои рекомендации На заседании в Лос-Ане провели тайное голосование И рассмотрев все рапорты и все критерии Борьбу оставили за дверью И разгорелся спор, как эта борьба вдруг не олимпийский спорт В программе игр она со времен античных Какие основания ей выдвигать импичмент Как обиду личную восприняли спортсмены Предлагаемые МОК перемены Загид Муртазалиев и Валентин Ердана Вернуть готовы свои золотые медали обратно В знак личного протеста тому, что для борьбы в программе не находят места И президент ОКР Жуков Александр Считает, что убрать борьбу как минимум странно В Буэнос-Айресе в сентябре Мы узнаем, быть или не быть в борьбе По заявлению Дмитрия Пескова Мы замолвим за ни одно слово Дино МС, СТ, лови на видео Новости, какими вы их еще не видели